Здравствуйте! Новости на телеканале Хабар. В студии Гульнара Жендагула. Сурдоперевод Хасан Исраилов. 237 миллионов тенге в виде доходов скрыли предприниматели Бурабайского и Зелендинского районов Акмолинской области. Точную сумму прибыли сотрудникам Департамента госдоходов удалось выяснить в ходе обследования. В этом году бизнесмены заработали более 335 миллионов. К примеру, руководство одного из кафе в 2018 году указало выручку в размере 1 миллиона 900 тысяч тенге. Однако в результате проверки оказалось, что доход предпринимателя превысил 25 миллионов. По словам специалистов, таким образом бизнесмены пытались скрыть истинную прибыль и оплатить в бюджет меньшую сумму налогов. За сокрытие доходов административным кодексом предусмотрены меры административного взыскания, что, соответственно, применяется сотрудниками органов госдоходов. И налогоплательщики дополнительно предоставляют налоговую отчетность, где указывают отраженные доходы и уплачивают налог. В североказахстанской области устраняют последствия урагана. Напомню, накануне в регионе ветром повалило деревья и автомобили. Из-за сильного ветра почти 6,5 тысяч жителей сел и некоторых микрорайонов Петропавловска остались без света. Все подробности в репортаже Наргуля Ахметовой. С десяток поваленных деревьев, сломанные ветки, оторванные стенды, разбитые стекла – все это последствия штормового ветра, бушевавшего накануне. Порывы были настолько сильными, что сдуло даже припаркованный вдоль дороги автомобиль. Она вот едет, она без водителя. Просто ветром вот отсюда унесло туда. А это двор по улице Букетова. Шквалистым ветром здесь повалило огромное дерево. Многолетнюю иву вырвало прямо с корнями и разделило на две части. Это дерево очень старое. Мы вселились в этот дом уже прошло 44 года. Оно уже здесь было. Давно очень стоит. Оно все сгнило уже. Поэтому, наверное, его с корнем и выдрало. Хорошо, что это случилось ночью. И днем-то дети здесь бегают, играют. Прям вертело, вот таким образом трещало. Я думала, что конец света. Я вам честно скажу. Оно со всех сторон, как бы сказать, я настолько испугалась. Из-за урагана жители сразу нескольких сел и микрорайонов Петропавловска накануне вечером остались без света. Сейчас специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. По городу Петропавловску в настоящее время электроснабжение восстановлено. По районам области под отключение попало порядка 3,5 тысяч потребителей по 11 селам. В настоящее время большая часть сел уже подключена к электроснабжению. По 5 селам работы ведутся и в течение дня будут завершены. Штормовое предупреждение в регионе было объявлено на 19 и 20 сентября. Ночью в некоторых районах сила ветра достигала 30 метров в секунду. Непогоду синоптики объясняют северным циклоном, который сместился с территории России. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Хабар, Петропавловск. Сразу 15 многодетных семей города Копщагае отпраздновали новоселье. На эти цели из бюджета выделены 116 миллионов тенге. Еще 352 семьи стоят в очереди на жилье. Все они получают адрес на социальную помощь. Всего же в Копщагае проживают более 1200 многодетных семей. Поддерживают их и крупные предприятия региона. В основном на деньги меценатов строятся частные дома для тех, кто воспитывает детей-инвалидов. В этом году просторные дома на 130 квадратных метров вручили двум семьям. У нас в Копщагае есть большая семья Лугничевых. У них, допустим, собственных детей 6, 6 детей, а остальные приемные дети. А вообще, в общем, 18 детей есть. Вот мы им помогли большой дом построить, 300 квадратных метров. В прошлом году мы начали, в этом году завершили. И, конечно, по городу будем эту работу проводить. А в столице вручили ключи от квартир 12 ветеранам Вооруженных сил страны. Ранее со своими семьями они проживали в служебных квартирах, не подлежащих приватизации, в разных регионах Казахстана. Напомню, с 1 января прошлого года вступили в силу поправки в закон о воинской службе и статусе военнослужащих, согласно которому для данной категории сотрудников предусмотрено жилье из Государственного жилищного фонда. В жилищной комиссии Акмольевского гарнизона было распределено жилье военнослужащим, уволенным в запас с выслуга лет более 10, но менее 20 лет. Обеспечение жильем производила жилищная комиссия Акмольевского гарнизона. То есть на официальный сайт Министерства обороны были выставлены свободный жилой фонд, подлежащий приватизации. Из жилищной комиссии на основании поступивших обращений рапортов от военных военнослужащих других гарнизонов и с нашего гарнизона было распределено жилье, подлежащее приватизации. На востоке Казахстана по итогам этого года ожидается рост количества туристов более чем на 40%. По предварительным данным, только на озере Алаколь за лето отдохнули около миллиона человек. Поэтому побережье остается приоритетным для финансирования. Если за предыдущие три года выделено свыше 6 миллиардов тенге, то в последующие 4 туда направят еще 28 миллиардов. Деньги пойдут на инфраструктурные проекты, строительство сетей водоснабжения, канализации, реконструкцию аэропорта. Это в свою очередь обеспечит новый приток туристов. Не останутся без внимания и Бухтарминское водохранилище, а также Ридер и Катон-Карагай, где строится оздоровительный курорт. Уже сейчас эти места наиболее популярны у зарубежных гостей. Казахстан очень интересная страна, огромная. Мы увидели пока только маленькую его порцию, но и это впечатлило. Здесь есть все – и горы, и леса, и пустыни. Больше всего нам понравилась природа, Алтая и люди. Очень легко знакомиться, общаться. Дети сразу нашли друзей. И нам очень понравилась ваша кухня. Мы обязательно вернемся в Казахстан. Лучшие учебники мира теперь доступны студентам и на казахском языке. В Усть-Каменогорске фонды Восточно-Казахстанского государственного технического университета пополнились ценной литературой. Больше 6 тысяч экземпляров с 49 изданий попали в местную библиотеку. Переведены они с английского по программе «Рухани Жангару». В рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых книг». Среди них учебные пособия по философии, психологии, экономике, культурологии и религиоведению. Каждая тщательно отобрана и одобрена экспертами. Их авторы известны в своей области, специалисты, труды которых востребованы международным сообществом. Все переведенные книги напрямую попадают в вузы, в продажу они не попадут. Предусмотрено создание и электронных версий учебников. Я думаю, что эти книги должны вызывать большой интерес нашего студенчества, так как по этим учебникам занимаются студенты лучших университетов мира, таких как Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Принстон. «Раньше нужные сведения по моей специальности я искала повсюду, и в интернете, и в книгах на других языках. Приходилось многое переводить самостоятельно. Теперь эта проблема снята. Готовиться к урокам однозначно станет легче». В Западно-Казахстанской области в этом учебном году в 15 школах начали работать классы ЖАС-Сарбас. Один из них сформирован в Шаганской средней школе Тиректинского района. Для 21 мальчика и 5 девочек шита специальная форма. Каждый учебный день они начинают со специальных упражнений. Два часа в неделю отводятся для начальной военной подготовки. Обучаются строевому шагу в выполнению спортивных нормативов. При желании после 9 класса они могут поступить в военное училище. В целом, основная цель создания классов ЖАС-Сарбас – патриотическое воспитание. Я очень рад, что стал ЖАС-Сарбасом. Мы в этом классе учимся стрелять из автомата. Я в будущем хочу защищать свою родину, свою страну. У нас строго. Телефон они не носят. Если родителями договариваются, телефон, компьютер у них только по урокам. На IT-технологии урок есть только у этих. Они от других детей разница. Надеюсь, что и не отстанут. И уроки, вот учителя говорят, у них уже дисциплина. Я им объясняю так. Когда домашние задания им дают, это вам уже не как просьба, а это уже приказ. А приказы должны выполняться. Сегодня агентство Хабар представит документальный фильм о деятельности Касанжимарта Токаева в первые 100 дней после вступления в должность президента страны. В картине представлены непростые моменты и решения, которые принял глава государства. Примера фильма на русском языке «Токаев. 100 дней президентства» состоится сегодня на телеканале Хабар в 20.00. И к этому часу это все, о чем мы успели рассказать. Далее не пропустите программу «Буздан Назарда». Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok